Участник национального проекта «Производительность труда» – завод по производству железобетонных изделий «Железный Симбирск». 45% общей выручки предприятия приходится на реализацию внутренних стеновых панелей. Именно эту линию производства и начали курировать эксперты Федерального центра компетенций. В течение трех месяцев мы делали диагностику, вторые три месяца мы оказывали поддержку для того, чтобы разработанные мероприятия были внедрены качественно и достигнуты запланированные проектные показатели. Здесь мы столкнулись с тем, что несколько хаотично были организованы работы по обеспечению участков бетоном, по вывозу готовой продукции. Много времени уходило на поиск материалов и формообразующих проемов. Все выявленные недочеты устранены. Эксперты составили график синхронной работы и обучили персонал, чтобы каждый сотрудник работал одинаково быстро, четко и согласно всем требованиям и документам. Результат не заставил долго ждать. Превышение выработки на каждого работника увеличилось на 31%. Удалось сократить время изготовления на 26% и снизить на 10% запасы в потоке. К высоким показателям «Железный Симбирск» стремится и завод «Сигнал». Предприятие входит в состав автомобильного кластера Ульяновской и Самарской областей. Вот этот натяжитель идет серийный. Он поставляется на конверт Ульяновского моторного завода и заводского моторного завода. Мы их открываем в 100%. Здесь у нас китайцы, поэтому натяжитель не конкурирует ни по цене, ни по качеству. Они изготавливают детали из пластмассы, методом литья, холодной штамповки или при помощи оборудования с числовым программным управлением. По итогу завершения мероприятия в рамках нацпроекта планируется увеличение выработки участка на 20%. Комышленная предприятия Ульяновской области активно принимает участие в национальном проекте производительности труда. Этот национальный проект действительно дает очень хорошие результаты. Все предприятия, которые в него вошли, они существенно увеличили производительность, захотели складские запасы, соответственно, увеличили прибыльность. Завод «Сигнал» движется в ногу со временем и активно разрабатывает беспилотники. Ведутся испытания новых экземпляров, идет процесс разработки беспилотника смешанного типа. Также предприятие закупило оборудование для изготовления корпуса из прочного пластика. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.